гороскоп мужской сексуальности связана ли мужская сексуальность и знак зодиака мужчины между собой астрологи утверждают что да но проявляется эта связь не тогда когда он еще молод тогда почти у всех юношей гормоны играют вовсю и в голове крутится только одно как можно быстрее затащить в постель стройненькую и смазливую девчонку влияние знака зодиака на сексуальность становится заметно в зрелости в этом возрасте мужчина уже вроде бы вдоволь наигрался со стройненькими и смазливыми барышнями и теперь должен подходить к сексу более основательно о том какая у кого сексуальность по знаком зодиака мы сейчас узнаем мужчина овен у этого представителя сильного пола сексуальный азарт молодости не проходит и в зрелости он с радостью залезет в кровать с любой симпатичной дамой а после выпрыгнет из нее и помчится дальше нет семейные овны ведут себя не так безрассудно они изо всех сил держат себя в руках стараясь остепениться но натура есть натура она заставляет воображение буйствовать создавая фантастические сцены секса с аппетитными барышнями ну а свободные овны ни в чем себе не отказывают покорив одну жертву они начинают обозревать окрестности в поисках следующий и так до тех пор пока сами не угодят в чей-нибудь капкан мужчина телец зрелый телец в сексе обстоятелен и вынослив он не отказывается от юношеской идеи соблазнить как можно больше женщин но гоняться за ними как в молодости уже не будет телец не спеша зондирует почву не торопясь присматривается к женщине а затем предпринимает мощную напористую атаку и наваливается на ошалевшую от его неожиданной настырности даму досконально изучив все ее прелести и доведя беднягу до умопомрачения он переключает свое внимание на другой объект и опять начинает не спеша зондировать почву мужчина близнец этот энтузиаст к идее заняться сексом относится с восторгом он бросается увлеченно обсуждать как и когда это лучше сделать потом перепрыгивает на спорт работу в интернет автомобиле и забывает с чего собственно разговор начинался нет если не позволить близнецу долго болтать а заставить сразу приступить к действиям секс конечно состоится но что именно понадобится этому не поседя в постели не знает никто даже он сам мужчина рак сексуальность знаков зодиака рак и телец похоже но в отличие от тельцов почву раки зондируют только в отношении одной партнерши и подходит к этому вопросу очень избирательно если уж готовит атаку то только на ту которая представляется наиболее привлекательной во всех отношениях атакуют раки молниеносно и виртуозно однако если сопротивление дамы чересчур активно пятиться назад и на время залезают в нору а затем опять высовываются из убежища для того чтобы выбрать самую самую и все начинается снова мужчина лев львы в зрелом возрасте к сексу относятся с прохладцей не царское это дело царское дело красиво с шиком и шармом соблазнять женщину демонстрируя ей что лев самый крутой на свете надо сказать что это удается женщины готовы отправиться со львом и на край земли и в кровать вот только в кровать он не зовет там надо напрягаться а льву лень гораздо проще выседая на троне в роскошном облачении покорять представительниц слабого пола замашками властителя мира мужчина дева дева в зрелом возрасте секс любят особенно подготовку к нему они будут носиться по секс-шопом листать каму с утра покупать шелковое белье и выбирать афродизиаки до тех пор пока женщина не устанет ждать и не исчезнет правда девы долго переживать не будут они улягутся на шелковое белье немного пофантазируют на тему интимы уснут а на завтра вновь наметит объект для охмурения и начнут суетиться изобретая рецепты из афродизиаков и застилая постель новым бельем мужчины весы зрелые весы в демонстративном сексуальном поведении замечены не бывают они преспокойно ждут когда кто-то из женщин начнет их на интим убалтывать убалтываются весы долго мучительно размышляя а стоит ли быть может лучше подождать другую более безупречную во всех отношениях даму и ждут потом наконец дожидаются ложатся с ней в постели начинают раздумывать а стоило ли быть может надо было еще подождать мужчина скорпион скорпионов секс интересует постольку поскольку их вполне устраивает постоянная партнерша даже когда она уже изучена вдоль и поперек зачем напрягаться пытаясь соблазнить другую в жизни есть и более важные занятия вершить судьбу мира например правда если рядом окажется какая-нибудь снобшибательная красотка то почему бы с ней не уединиться если она сама намекнет а нет так и не надо пойдем разбираться с мировой судьбой мужчина-стрелец стрельцов секс интересует только тогда когда он обещает нечто необыкновенное нет совсем не обязательно чтобы это был какой-то экзотический интим главное чтобы партнерша поражала воображение остальное приложится но вот беда поразить воображение стрельца если он уже всякого насмотрелся традиционными способами соблазнения трудно до лампочки ему откровенные декольте прозрачные пеньюары завести стрельца может только то о чем он еще не имеет даже представления вот и попробуй тут удиви этого зануду мужчина-козерог сексуальность козерога в любом возрасте заслуживает одних похвал основной его девиз больше лучше веселей он не спрашивает согласия на интиму женщин да и не надо дамы и так стоят в очередь нет козерог не станет спать с кем попало он просто выберет из очереди наиболее достойных и назначит им время приема и будет принимать в строгом соответствии с регламентом мужчина водолей водолеи тоже всегда довольно сексуальны но не особенно разборчивы одним словом кто обогреет тому и рады стараться обогреть водолеев стремятся многие главное успевая греться самое интересное что водолей успевает и делает это легко непринужденно никого не обижая и особенно не потея удивительно но сей дамский любимчик почти никогда не бывает наказан за свои многочисленные интрижки мужчины рыбы рыбу в зрелом возрасте становятся большими фантазерами они все время мечтают о том какую женщину было бы неплохо увидеть у себя в постели представляют ее формы голос глаза грудь ноги а потом озадачиваются да есть ли такая на свете вообще а дергивают себя спускаются на землю начинают мечтать вновь вот такие вот глаза такие вот формы такая вот грудь ну нет же такой на свете нет друзья независимо от того верите ли вы в гороскопы или нет они существуют веками многие поколения смотрели на звезды и движения планет чтобы улучшить различные аспекты своей жизни вы много можете узнать из своего гороскопа сформировать вашу точку зрения улучшить свою жизнь подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях мы вас любим до новых встреч благодарим за просмотр спасибо за просмотр